МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Светлана Князева. Глядите у гэтым выпуском. Кожное питание под особистым контролем. Старшиня Абл-Выконкама сегодня провел прием грамадян. Крок в будущем. На Мазырском нафтоперепроцедшем заводе проходит масштабная модернизация. Праца на полях аграрой региона приступили до сего бы озимых сборжевых. Веселые, энергичные и талиновитые народному фольклорному ансамблю «Ветится» с Житковицкого района сегодня-то исполняется 60 год. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Земельные спрышки, супрось пожарное потребование и скосование контракту. Сегодня старшиня Гомельского Абл-Выконкама Геннадь Соловей провел особистый прием грамадян. До губернатора завернулося 6 человек. Какие питания хвалюют жихаров в области, расскажут наши корреспонденты. Одной из тех, кто завернулся с просьбой до губернатора, была жихарка везки Бацунь Будокошелевского района. Женщина каля 5 годов займается разведением коров. Жадает поширить поголовье, а так само набыть овечек. Мает свою технику, трактор и плуги. При этом земле для паши и вырошивания коров у нее нема. Райвыконкам пропонувал только особные, невеликые участки в разных кутках. Губернатор дав доручение выделить ее 25 гектаров на 2 годы, на протягу яких за господаркой будут уважливо надзирать. Коли земли будут эффективно выкористовываться, диалог можно будет протягнуть. Райвыконкам предложил кусочки на огородах по 19 соток, ну где заброшенные по 15, ну такие, даже есть и 5 соток. Вот как туда загнать коров, пасть у кусочек, это нереально. Вот, радужком фермер, он мне помогает на сегодняшний день, но сказал, с весны надо своя земля, чтобы занималась сама. Прошла обратиться к губернатору. Вот, обещали, ну, в течение двух недель разобраться и выделить 25 гектаров для ведения фермерского хозяйства. Наличие коровы, молодняк. Знову обмерковывали питание по замене электросеток у вёсты Забияка, Гомельского района. Мужчина, який звернулся, хочет перевести дом на электротеплозабеспечение. Однако наявных могутностях не хватает. Вядомо, сетки треба переузброювать и усмотнять. В худшем часе туды накируют специалиста. Однако такая модернизация потребует значных сродков. Губернатор пообещал погутарить с министром энергетики на континвестиции. Тем более, что в Беларуси взяты курс на повеличение споживания уластной электроэнергии. Дано поручение разобраться по каждому населенному пункту, по каждому городскому поселку, какие будут перспективные направления потребителей. И тогда работать, потому что наши уже и горожане, и люди, которые живут на селе, уже перейтируют себя на потребителей электрической энергии. Это мы должны учитывать. И первое, ставить нашим предприятиям Гомельэнерго, чтобы эту работу, наши работы, на перспективу не иметь, как мы сегодня увидели, проблемы. Еще один мужчина ожидал разобраться в причинах пожара, который недавно отбился у одном из ресторанов областного центра. Его квартира находится над печью, температура которой достигает 800 градусов. В доме дровляные перекрытия и перегородки. Поэтому мужчина лечит, что это небезопасно. Губернатор поручил областному управлению МНС за два дня проверить все кропки громадских охарчеваний, размещенные в жилых домах, на выполнение технических и суперспожарных потребований. По всех других вопросах были дадены поручения и звороты взяты на контроль. И еще четыре вопроса были решены подчас подрыхтовки особистого приема губернатора. На Мазырском нафтоперепроцовщем заводе проходит масштабная модернизация. Зараз у стады реализации великий инвестиционный мегапроект – комплекс гидрокрыкингу тяжких нафтовых рештков. Якие перспективы открываются перед предприемством после его уведения и какие дальнейшие планы МНПЗ, подекавились наши корреспонденты. Мазырский нафтоперепроцовщий завод был побудован в 70-х годах минулого 100 года. И с того часу пережил некольки этапов модернизации, задача яких посудностей завсюда была подобной – отповядать потребованиям часу и выпускать продукцию, якая запотребованная на рынках. Правда, проект, что реализуется зараз на предприемстве, называют не инакши, как с приставкой «Мега». Новая вытворчасть дозволит повеличить глубину перепроцовки сыровины с сегодняшних 80 до 90%. Это уже является практически мировым уровнем – 90% глубина переработки. Ну, естественно, мы не собираемся останавливаться на текущем этапе развития, думаем о дальнейшем развитии предприятия, думаем о направлении развития. Есть у нас варианты строительства новых технологических объектов, которые также будут повышать эффективность деятельности предприятия. Реализация «Мега-проекта» началася в 2015 году. Плануемый термин завершения – 2021. Кошт – амаль 1 миллиард 400 миллионов долларов. Причем с бюджету на это строительство не протягнули ни рубля. Усе работы ведутся выключено за уластные сроки и кредитные ресурсы. Нават при самой несприяльной ситуации на рынках, проект должен окупиться не за 8 годов, але, вероятно, сдарится гэта у больш степлые термины. Во все ляким разе на МНПЗ планують выраблять только запотрабованную продукцию. Реализация данного проекта для мозырско-нефтеперабатывающего завода позволит нарастить выпуск дизельного топлива, нарастить выпуск автомобильного бензина, также увеличить такой компонент, как гидрочищенный вакуумный газоль и освоить производство низкосернистого мозута с содержанием серы не более 1%, который можно в дальнейшем использовать как котельное либо судовое топливо, в зависимости от требований рынка. У операторской, откуда будет ожитивляться кирование усими вытворчастями, зараз в тестовом режиме проходит выпробование уже смонтированной системы. По культу тут установлено коляста мониторов, але по меры выполнения запланованных работ их колькость будет повеличиваться. По сути, новый комплекс гидрокрекингу тяжких нафтовых рэшткал – гэта завод у заводзе, які складаецца строг вытворчастяў – водороду, серы и непосредна перапрацолкі сыравіны. Насённе готовнаць розных аб'екту – от 76 до 98%. Аб складанасті работ і мерах бяспекі можна меркаваць па такім факці. Для таго, каб зарабіць ўсяго адзін шоу на трубе з яго наступным рым'еновскім і ультрагуковым контролям, неабходна 65 гадзін. Напрыканцы наведвання прадпрыемства нашы корэспандэнты пацікавіліся выкананнім сёлітніх планов і перспіктывамі МНПЗ на гэты год. Наша прэдпрыяцца работаўт в плановым рэжыме. Мы паўняем все праўзоственные паказацелі. І прэдпрыяцца обеспечуваўт ўстойчую роботу і переработка всіх аб'ёмов нефці, каторые паступаўт на завод. Па итогам восьми месецців мы сработали достаточна успешны і результаты работы прэдпрыяцца положительны. Прэспіктыва мы нацеліны на выполнение всей праизоственной праграмы па итогам года, та, каторая ў нас отмечена в бізнес-плане. Олег Сентюроў, Наталя Волынец, Валера Игапанько, тылі радой кампания «Гомель». У Кармянскім районі актыўными темпамі ідеў бор калёну. Спеціалісты кажуть, якасть трасты ў гэтым годзе вельмі добрая. Тому важна худка нарыхтаваць сыровіну. Ганна Каральчук отправілася на полі, каб доведацца, як ў районі збіраюць і перапрацовуюць беларускі шоўк. Уборку лёну ў Кармянскім районі пачалі літеральна некалькі дзён тому. Пасля вылежування трасту падымаюць, узбіваюць і закручуюць у рулоны. Пад лён-Далгунець тут адведзіна 1600 гектаров. Однак сыровіну для Кармянска льнозавода збіраюць і ашчы ў Рэчыцьким, Чачырскім і Рогачовським районах. Такім чынам, агульная площа для уборки культуры сё літа складає 3200 гектаров. Прошли дожди, появились настоящі августовські росы, вже можна сказати сентябрські росы. По утрам немножко влажно і пошёл процес, паэтаму лён созрел і щас массірованно ми начали масово убирати лён. Лён-культура досить капризнае. Попередні годы у Рогіюнь урожайність була не вельми високій, тому, коб минимизовать страды от спеки і хвороб, палия працавалі адмысловыми микроэлементами і мяккими гербицидами. На дворі так само було спраяльним. Усё гэта адбілася на якості сэровіны. По лабораторних аналізах, выход волокна з трасты зараз складає каля 30%. Даречі, на новой сэровіні Кармянський льнозавод працює другий дзень. Кап праця не спынялась і на протягу года, сюды треба привезти з палеу 3500 тонн льну. Аднак, пакуль головная задача для супрацовніків виконать держзаказ. До конца года працюємство повинно виробіць 150 тонн долгого і 380 тонн короткого волокна. Больша частка з гэтага відправиться на Аршанський льнокомбінат. Остатнія – на експорт. Качественно длинне і короткого волокно, покрутоя паїд Аршанський льнокомбінат, каторый производит ткані, всевозможні, сальна, і відправляє далі, фактически, як я знаю, вони пачте 90% відправляють на експорт всю про свою продукцію. Более низького качества, номер два, ми відправляли раніше в страни Прибалтики, а також в Гитайську народну республіку. В связи з епідемією, коронавірусу на сьогоднішній день поставки прекратились. Я сподіваюся, що все-таки граница відкроється, і ми почнем підготувати далі. По словах директора, настрою роботників приузняти. Шмат волокна доброй якості – це великий прибиток в будущем. Тому, каб не стратить якость сыровіни, льнотрасти працювати будуть на протягу усяго світлового дня. Працю планують завершити до 25 вересня. Ганна Коральчук, Игар Маришченко, телерадоакомпанія Гомель з Кармянського району. Тим часом господарки шасті району Гомельської області почали сяубу азімых збожжевих. У спісі Вєткавські, Добружські, Калінковецкі, Мазирські, Наравлянські і Речицкі райони. У регіоні планується посеять крихоболь за чверть мільйона гектаров азімых. Набліжаються до завершення сяуба крижокветних. На протягу тыдня аграры завершать гэтую працу. У гэтая дні яны так сама активно займаються уборкой гречки і кукурузы на сілас. Надається увага і на рыхтовцы кармов. Подадзінах на першая вересня на одну умовную голову закладзіна амаль 10 центнерів кармовых адзінок травяных кармов. Гэтавы шей за узровінь минулого года амаль на 3 центнеры. Дзейнаць беларускіх СЭС разглядзіць на конференцію у Гомелі. Яна будзі проходзіць два дні 3 і 4 вересня. На обмеркованні 4 основные питання удосконалення законодавства, шляхи нарушування інвестицій, економічна ефіктивність, земельні односіни і розвиття інфраструктури. У конференції примуть удел керівники шести свободних економічних зон країни, представники Міністерства економіки і Гомельська Габлова Конкама. Веселые, енергічні і таліновітые 60-годовні території Житковицкого района дзенічає народный фольклорный ансамбль «Ветеца». Кожне їх выступління – зарад бадёрости і доброго настрою для глядача. З яркими удільниками колективу зустрівся Дмитрий Котов. На сцені Староживецкого сільського клуба выступають удільники народного фольклорного ансамбля «Ветеца». 2020-й год для колективу знамінальны, ровно 60 годів з моменту початку творчої дійності. У витоків колектива стояла Анастасія Бердова. Распевну час і стафету переніла її дачка Алена Якубовська, яка па сёнішній день узнашалювай ансамбль. Сьогодні колектив «Ветеца» протягуває славні традиції своїх попереднікаў. Як і годы раней, любо з'явлення на публіце – яркая падея. Зараз ансамбль налішує 10 шалавек. Гэта люди, які усій душой отдаються любимой справі. Для їх песня – зарад бадёрости і позитиву. Дареш і состав дельників пастоянна пополняється. З городу приїхали, ухажують за родителями. А що нам кажуть, скучати? Ми там поухажували, покормили, готовили, огородами займаємся. Нам хочеться і радости, цієї емоції і все це виплеснути з души. Кожна в ансамблі «Ветеца» яркая особа. І про кожного можна немало розказати. Даприкладу Гана Міляшеня. Народному фольклору гэта таліновітая жанчина присвятіла більш запал стагоді. У творчій команде она практично з моменту її створення. Я прийшла сюди замуж. Скільки тут живу, столько і пею. Уже я тут живу 56 років. Ми піли раніше всі ці пісні кільшні, а сьогодні вже савріменні. Пісня жива і душевна. Завсюди була неод'ємним атрибутом сельського життя. Сьогодні у вісках уже не так шмат жіхароў, як рані, але от гэтага менш каштовна ідейність народного фольклорного ансамбля «Ветеца» не становиться. Удельники радують своєю творчістю не тільки місцевых жіхароў, але так само активно гастролюють у темліку міжнародного узровню. Безпрешно таку багатою культурну спадшину необходно захаваць на довгі годы. Я без ума своєго колектива. Можна сказаць, що стільки літ я проработала, це вже більше 30 літ. І от, на самом діле, все приходит з опитом і все приходит з годами. І я от ни одного дня не можу сказаць, що я там пожалела о том, що я пришла руководителем сюди. Хоча, ну, сразу, как бы, это було і не моє. А щас, вот, именно с этим колективом я состоялась, як і руководитель. І, вот, діствітельно, я понимаю, що я люблю свою родину, свій колектив, свій дом, свій край. Дмитрий Котов, Сергій Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Житковицкий район. У совєте з проведенням технічних робот на антенномачтовых збудованнях на гэтым тидні у городі Гомеле і на адлеглості до 40 кілометру от обласного центра буде припынена ефірная телевізійна і радуя Вяшані. Размова йде про перее часу з другого по 4 вересня. З 9 раніца до 5 вечера буде отсутнічать трансляція телеканалів агульнодоступного пакета, а так само радуя станції. Могчим і перапынки трансляція программу у нікаторых сетках кабельних операторів. У випадку завершення робот ранній позначеного терміну дзейність передачів буде одновлена. Гэты і інші новіны, інформацію о проєктах телерадиокампанії Гомель ви можете знайсті на нашім сайті у інтернеті по адресі www.tvr.gomel.by На гэтым випуск завершен і всього доброго і до зустрічі у ефірі. Ефір телеканала Беларусь 4 продалжаєт де-факто. В студії Анна Корольчук. Здраствуйте. Історія с хорошим финалом. В Гомеле, в лесах мікрорайона Южный сьогодні ночі пропал мужчина. Його нашли через полтора часа после начала розыскных мероприятий. Было установлено, що гомельчанин 2001 года рождения возвращался домой з остановки завод химических изделий і заблудився. На поиски выехали сотрудники МЧС і милиції. Молодого чоловіка нашли в лесу. В медицинській помощі він не нуждався. В жлобіне сотрудники ГАИ задержали нетрезвого мужчину, автомобіль которого был объявлен в розыск. Коли інспекторы заметили нужную машину і потребували остановитися, 42-х літній водитель попытался скрыться. Он проехал два перекрестка на красний сигнал афора, а затем врезался в столб. Перед этим ДТП правонарушитель похитил автомобиль в Бобруйске. Хозяину легкового ваза он угрожал осколком стекла от разбитой бутылки. Завладев авто, мужчина скрылся. 76-летний владелец «Жигулей» сообщил в милицию, после чего правоохранители и ввели план перехват. Ориентировку они разослали коллегам из Гомеля и области. В итоге правоохранители задержали подозреваемого через два часа после угона автомобиля. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. В Речицком районе в результате двойного ДТП пострадал пассажир. 49-летний водитель автомобиля Volkswagen Multivan двигался со стороны Речицы по автодороге М10 граница России Гомель-Кобрин. На 86-м километре машина сбила лося, который погиб на месте. Гомельчанин включил аварийку и выставил знак, после чего вызвал сотрудников ГАИ. Примерно через час по этой же дороге двигался 33-летний водитель на легковом автомобиле ВАЗ. Мужчина управлял машиной без прав и был с признаками алкогольного опьянения. Он не заметил выставленный знак аварийной обстановки и въехал в стоящий Volkswagen. В результате ДТП пострадал 34-летний пассажир автомобиля ВАЗ. Мужчина был госпитализирован. Водители, помните, что при дорожно-транспортном происшествии после включения аварийной световой сигнализации необходимо незамедлительно выставить знак аварийной остановки, который, согласно пункту 54-му правил дорожного движения, устанавливается на расстоянии, обеспечивающим в конкретной дорожно-транспортной обстановке своевременное предупреждение других водителей об опасности, но не менее 15 метров от транспортного средства в населенных пунктах и не менее 40 метров вне населенных пунктов. Кроме того, в случае ДТП всем участникам происшествия для своей же безопасности до приезда сотрудников ГАИ необходимо находиться вне проезжей части дороги. За минувшие сутки в Гомельской области произошло два пожара. В обоих случаях горел транспорт. Обошлось без пострадавших. В Жлобине из-за нарушения правил эксплуатации электросети и электрооборудования случилось возгорание в грузовом микроавтобусе. Огонь повредил салон автомобиля Mercedes-Benz. А в Гомеле ЧП произошло на улице Виноградная. Спасатели установили, что кабина грузового автомобиля МАЗ загорелась в результате обрыва линии электропередач. Огонь уничтожил кабину и повредил колеса. Рассматривается версия нарушения правил монтажа и устройства электросетей и электрооборудования. В Лоевском районе правоохранители уничтожили более чем полгектара каннабиса. Плантацию дикорастущей конопли обнаружил участковый Лоевского РУВД. Растение произрастало на полигоне твердых бытовых отходов в 4 километрах от райцентра. С помощью техники конопля была скошена и измельчена. Правоохранители уничтожили 234 куста общей массой 180 килограммов. В очередной раз у жителя Калинковича изъяли более полутора килограммов на свая. Правоохранители остановили мужчину для проверки документов на улице. Оперативникам он был известен. Ранее сотрудники милиции не раз задерживали его за распространение некурительного табачного изделия. При мужчине обнаружили шесть полимерных пакетиков с насваем. В подвале его дома правоохранители нашли сумку с такими же пакетиками. Общий вес содержимого 1 килограмм 600 граммов. В отношении мужчины снова начат административный процесс. В Рогачевском районе сотрудники ГАИ остановили жителя Гродненской области, который регулярно воровал топливо. Подозрения у инспектора возникли, когда мужчина при помощи электронного чипа заправлял машину не похожую на служебную. В беседе с сотрудниками похититель солярки рассказал, что заливал в свой личный автомобиль дизельное топливо, которое принадлежало предприятию, где он работал. Началась проверка и сыщики установили еще один факт аналогичного правонарушения. Оказалось, что мужчина похитил 250 литров солярки на сумму в 445 белорусских рублей. Ущерб он возместил сразу, но по факту присвоения топлива возбуждено уголовное дело. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомельские юноши выиграли командный зачет первенства Беларуси по вольной борьбе среди спортсменов 2003-2004 годов рождения. Победителем в личном зачете стал Иван Громыко. Также у представителей нашего региона две серебряные и семь бронзовых наград. Девушки в командном зачете выступили не так удачно. У них четвертое место. Победительницы первенства в личке стала Яна Костунова. Также девушки завоевали две серебряные награды. В Гомеле на грибном канале в Якубовке состоялись областные Олимпийские дни молодежи по академической гребле. Состязались юноши и девушки 2003-2004 годов рождения. Всего около 80 спортсменов. В командном зачете победу одержали гомельские гребцы на втором месте Мазыряне. На третьем команда Жлобина. По результатам областных будет сформирована сборная для участия в республиканских Олимпийских днях молодежи. В Бресте состоялись международные соревнования по стрельбе из лука на призы летчика-космонавта Петра Климука. Гомельчане в числе призеров. В состязаниях мужчин победил Никита Дубровский. У юноши два серебра на счету Филиппа Курленко. Артем Малаев выиграл бронзу. Налина Малаева остановилась в шаге от победы. У нее серебряная награда. Поднялась на пьедестала Виктория Соловьева. Спортсменка заняла третье место. В областном центре прошел мастер-класс по альтимат-фризби. Его провели под эгидой Совета отцов Гомеля в рамках проекта «Рух дворовых гульнял». Представители местной команды «Линксис» показали гомельчанам основные броски и приемы альтимат-фризби, а также познакомили с правилами игры. После теории дети вместе со спортсменами упражнялись с диском. Итогом мастер-класса стал мини-турнир. Играется он командами 5 на 5, 4 на 4. Это на пляже. У нас тут имитируются пляжные условия, поэтому будем играть, наверное, 4 на 4. Ну, в зависимости от того, сколько человек будет. Правила простые. Нужно передавать диск от одного сокомандника к другому по воздуху. При этом, когда ловишь диск, бегать нельзя. Ну и гол считается, когда ловишь в зачетной зоне диск. То есть, вот конусы желтые, ими отделяются зоны. Присоединиться к тренировкам может любой желающий. Спортсмены каждую неделю собираются на стадионе средней школы номер 12. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова